добрый день дорогие друзья с вами снова юрий пузыревский и в этом видео мы с вами поговорим о мотивации к спорту как можно с помощью техник нейролингвистического программирования усилить мотивацию к спорту и вообще в принципе рассмотрим психологические аспекты почему многие люди не занимаются спортом большое спасибо ирине камышан которая задала вопрос она хотел она написала в комментарии хотелось бы более подробно услышать о мотивации к спорту ну смотрите начну очень сильно издалека и начну говорить о мотивации к спорту скорее как не о мотивации к спорту а а в мотивации в принципе давайте посмотрим рассмотрим такую вещь чем допустим мотивация к спорту отличается от мотивации к примеру к чтению книг или от мотивации к вязанию крестиком смотрите привожу свой пример когда-то давно когда я был маленьким когда я ходил в школу когда я учился в своем первом университете мне нужно было читать книги которые были положены по программе я это делать терпеть просто ненавидел и не читал практически я пытался разными способами избежать любого чтения я просил своих одноклассниц чтобы они мне пересказывали какие-то главы каких-то рассказов которые нужно было читать по школьной программе ну то есть выкручивался как мог но прошло какое-то время и у меня сначала было несколько книг я прочитал и заметил вот какую интересную вещь что когда я читаю книги я начинаю как-то по-другому мыслить я какие-то новые убеждения беру в себя в свою жизнь и со временем моя библиотека очень сильно разрослась и на сегодняшний день я думаю что я читаю больше чем 50 книг в год может быть даже на порядок больше может порядка 70 книг что произошло что изменилось а изменилось вот что все дело в том что у меня не было мотивации к чьей к чтению книг потому что за чтением книг у меня не было какой-то ценности я не понимал для чего мне это важно то же самое дело со спортом если вы если за занятиями спорта спортом у вас нету какой-то важной для вас ценности то скорее всего у вас не будет и мотивации этим заниматься и как правило у молодых людей у которых в принципе не было никогда проблем особых со здоровьем за исключением там не знаю кариеса и каких-то там незначительных вещей они в принципе и не будут стремиться заниматься спортом потому что ну зачем ну ну зачем это делать и что здесь такого или допустим смотрите вот под старость лет я заметил что многие люди начинают заниматься выращиванием каких-то растений цветочков грядок там всяких лука там не знаю всяких разных вещей почему потому что они за этим находят какие-то смыслы или допустим кто-то начинает заниматься каким-то увлекательным хобби да почему потому что он за этим хобби ну допустим вязание крючком находит какие-то смыслы для себя он в этот момент отдыхает он медитирует или он что-то создает и что здесь важно здесь есть еще один момент возможно вы еще не нашли тот вид спорта который вам будет нравиться почему потому что допустим кто-то вам посоветовал займись бегом и у тебя будет тело вау как у меня то вам такой вид спорта ну просто он не нравится вот допустим у меня с бегом вот какие отношения я очень хорошо бегаю на короткие дистанции но длинные дистанции для меня это просто каторга и мне просто этот вид спорта не подходит да то есть я люблю скажем так эстафеты вот это мне нравится это у меня хорошо получается и это меня драйвит дальше самое главное здесь в этом процессе просто не останавливаться и искать тот вид спорта который будет подходить именно вам кто-то находит себя в трексе кто-то находит в себя в каких-то единоборствах боксе тут находит себя в танцах на пилоне к примеру да или просто какие-то другие танцы потому что это тоже но по большому счету физические нагрузки и где гарантия что вы там себя не найдете очень большая вероятность того что вы на им сможете подобрать для себя какой-то вид спорта который будет именно вам подходить и от совершенно нормально быть в поиске вот допустим если говорить конкретно про меня и про физические упражнения мне допустим заниматься спортом ради того чтобы заниматься спортом мне это вот вообще ни о чем мне не нравится но с другой стороны мне нравится зимой гребсти снег лопатой когда я вижу какое-то занесенное снегом место я начинаю чистить а это тоже поверьте мне физическая нагрузка и я вижу потом очищенную какую-то площадку и мне важно видеть какой-то осязаемый результат если говорить ну много же разных интересных видов спортов где рождается азарт допустим настольный теннис обыгрывать кого-то там тоже тратится очень много энергии но это не бессмысленная просто какая-то бег по дорожке да хотя бегать по дорожке вы можете бег по дорожке ну просто наматывать километраж вы можете совместить допустим с прошлом с прослушиванием каких-нибудь полезных подкастов и это тоже возможно вас будет отвлекать вам будет бегать легко это один способ то есть смотрите друзья за за вашим занятием спорта должна стоять какая-то конкретная ваша ценность если вам сейчас сказать что если вы не будете бегать по 5 километров в день если вам врач референтная личность скажет что если вы не будете по пять километров в день бегать то вы умрете через год поверьте мне вы будете бегать да но если вам врач такого не сказал и вы не найдете какой-то ощутимой ценности для себя то скорее всего вы не будете находить какие-то мотивации дальше как усилить мотивацию к спорту смотрите возьму один прием из гипноза в гипнозе есть такое понятие которое называется полярная реакция что это значит когда человеку делаешь какое-то внушение отправляешь какую-то команду он начинает этой команде сопротивляться и делать все в точности дано по да наоборот допустим когда человек погружаешь в транс просишь его закрыть глаза он наоборот их открывает и старается держать их максимально открытыми и ну вот такой вот есть феномен и это тоже совершенно нормально и этот феномен мы можем поставить на себе на службу и сейчас мне вспоминается отрывок из кинофильма о чем говорят мужчина где не помню к сожалению как этого актера зовут где он рассказывает историю про вилку да что если вдруг тебе запретили есть вилкой тебе почему-то ты можешь есть чем угодно да он там рассказывает что можно есть ложкой можно есть ножом можно есть руками но когда тебе запретили есть вилкой ты почему-то начинаешь очень сильно хотеть есть вилкой что вы можете сделать вы можете запретить себе заниматься спортом сказать себе все я никогда в жизни больше не буду этим заниматься или представить что вам кто-то запретил этим заниматься таким образом вы можете обмануть свое сопротивление и возможно с большой долей вероятностью что вам в какой-то прекрасный момент захочется делать эти спортивные упражнения которые возможно вы раньше не хотели делать и это совершенно нормально дальше развивая эту тему есть у нас такое качество у многих из нас людей она называется перфекционизм и мы ставим себе цель мы ставим себе цель а обычно мы еще ее ставим себе не просто а мы подписаны там на каких-нибудь с красивым телом людей накачанных там с хорошей фигурой где они про себя рассказывают вот я бегу уделяю я в день бегаю 10 километров я занимаюсь там приседаниями на природе еще столько-то часов своего времени ну давайте условимся так что эти люди на которых вы подписаны они в этом деле профессионалы и они там нашли какие-то свои особые смыслы что происходит с вами вы смотрите на этих людей ставите себе цель допустим я выбегаю на стадион и пробегаю 10 кругов и вы смотрите вы эти десять кругов без должной подготовки их пробежать не можете да но ваш перфекционизм вам мешает вообще начинать бегать почему потому что вы не можете себе разрешить сделать эту работу несовершенной до условно говоря пробежать 10 километров а совершенной эту работу вы еще и физически не готовы то есть получается вот такой вот замкнутый круг то есть если вы начинаете бегать даже это не обязательно с бегом вы приходите в тренажерный зал и видите человек который там регулярно ходит тренажерный зал он делает определенные упражнения качественно правильно и нужное количество раз но вы понимаете что вы так не можете вы скорее всего это упражнение даже не начинаете делать потому что понимаете что вы не сделаете его так как профессионал то есть ваш перс перфекционист у вас внутри в голове он как бы мешает он мешает потому что вы не можете сразу делать совершенно и на этот случай есть у меня хорошая метафора хорошая метафора можете усилил сесть поудобнее расслабиться и послушайте она буквально полторы минуты в одном древнем древнем городе жил гончар который очень красивые делал горшки вазы из глины и вот он лепил свои горшки вазы и когда он уже вылеплял вот это вот изделие которое он хотел сделать и он обязательно на него ставил кривой отпечаток пальца а потом только это изделие ставил в печь чтобы обжечь и чтобы потом его привести на рынок и он возил свои изделия и продавал их на рынке люди стали задавать ему вопрос но почему же ты на каждом изделии делаешь какой-то вот отпечаток пальца делаешь его несовершенным делаешь его ну условно говоря чуть-чуть кривым она в целом классная но ты делаешь его чуть-чуть кривым на что этот ремесленник ответил этим людям которые задавали его вопрос все дело в том что я несовершенный человек и мое изделие она предназначена для таких же несовершенных людей как я и в природе нету ничего совершенного на единственным совершенным является только природа и вселенная но она создала нас людей несовершенными и тем самым я разрешаю себе быть несовершенным вот такая небольшая метафора которая поможет вам избавиться от перфекционизма что нужно сделать чтобы выйти из этого порочного круга не ставьте пожалуйста себе цель если вы сегодня бегаете 0 километров но не ставьте себе цель делать бегать 10 километров в день придите на спортивную площадку и пробегите столько километров сколько вы себе можете позволить следующий способ как вы еще можете обхитрить свое сознание это ставить заведомо маленькую цель если говорить на примере с бегом или допустим с приседанием допустим вы знаете чтобы было встроенная попа нужно приседать там пять подходов по 30 раз вместо того чтобы приседать пять подходов по 30 раз вы сделаете два подхода по 10 раз и запретите себе дальше делать вы увидите что когда вы запрещаете себе это делать вы увидите что ваша мотивация начинает возрастать или вместо того чтобы пробежать 10 кругов по стадиону поставьте себе цель выйти на стадион и пробежать пол круга даже когда вы пробежите этих пол круга у вас будут еще силы пробежать еще допустим два круга и вы будете в себе достаточно уверены но ваша задача попробуйте этот способ он классно работает пробежать только пол круга и потом запретить себе и не бегать дальше уходить со стадиона и это очень очень сильно вам поможет когда вы намеренно когда вы намеренно сокращаете вот эти вот возможные свои возможную свои пробежки это тоже очень интересно работает это тоже такой же обман своего скажем так мозга который отвечает за эмоции за приятные ощущения и он начинает почему-то вот почему-то когда у нас есть запрет мы начинаем делать это куда более быстрее дальше еще один совет как усилить мотивацию к спорту есть нелперская чисто фишка друзья недавно снимал на эту тему видео когда мы используем диссоциацию что это значит когда мы можем представлять себя со стороны то есть когда вы собираетесь побежать когда вы собираетесь только на пробежку вы себя представляете не то как вы бежите там и задыхаетесь а представляете о том как вы видите как бы представляете себя со стороны вы смотрите на себя и видите себя как вы делаете это действие вот эта махинация когда вы как бы диссоциируетесь от себя отсоединяетесь от себя начинаете представлять себя со стороны она существенно повышает мотивацию и давайте подведем небольшой итог этого видео то есть как усилить мотивацию к спорту во первых искать тот вид спорта который будет вам нравится во вторых нужно найти какую-то ценность ценность за занятиями спорта причем ценность которая действительно для вас очень сильно актуально для кого-то это будет красивый внешний вид для кого-то это будет здоровье для кого-то это будет принадлежность какому-то сообществу да допустим если вы бегаете на стадионе то если говорить про беда если вы бегаете на стадионе то скорее всего вы можете там сказать себе что я вот принадлежу к сообществу любителей бега да это тоже может быть мотивация сейчас просто набрасываю свои варианты потому что ну я не знаю что конкретно из вас каждого из вас может мотивировать но тем не менее вы можете это попробовать дальше использовать полярную реакцию подводим итог до запретить себе бегать следующий момент вы можете разрешить себе бегать но на очень маленькое расстояние которое будет раза в четыре меньше чем вы реально можете пробежать это будет вас тоже продвигать ну и конечно же последний способ это диссоциация пробуйте себя представлять со стороны это будет увеличивать вашу тягу и ваше желание к занятию спорта ну представляйте себя со стороны занимающимся спортом не представляете себя со стороны поедающим фастфуд там с огромным гамбургером иначе у вас тогда будет это тянуть а представляете себя со стороны видя себя занимающимся спортом ну коротко так о мотивации если тема интересная пишите комментарии обязательно напишите в комментариях какой из способов вам понравился и какой из способов вам помог усилить мотивацию к спорту дальше друзья хочу вам сказать вот какую новость нас уже там почти 800 почти 800 подписчиков я очень хочу чтобы нас стало больше тысячи на моем канале поэтому я предлагаю небольшой розыгрыш в чем он будет заключаться розыгрыш будет заключаться в чем что я разыграю я разыграю участие в курсе нлп практик сейчас я его введу в онлайне и какие условия когда мы перевалим за тысячу подписчиков начиная с этого видео те люди которые будут писать больше всего комментариев один человек я потом посчитаю обязательно потрачено это время этот человек который будет писать самые грамотные комментарии благодаря которому меня рождаются идеи к новым видео вот как сейчас сделала ира как камышам тот получит от меня вот такой приз и я приглашу этого человека абсолютно бесплатно участвовать в тренинге нлп практик на котором вы сможете проработать не только мотивацию но и многие другие аспекты своей жизни поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь этими видео чем больше нас будет становиться тем это будет интересней тем больше будет всевозможных конкурсов на этом канале кстати можете предлагать в комментариях и идеи для конкурсов если это будет для меня возможно и доступно я возможно и буду прислушиваться к вашим идеям ну и развивайте мотивацию порекомендуйте пожалуйста тему которую будем развивать дальше сейчас я сниму еще несколько видео на пол по поводу инструментов нлп для похудания и внутренней мотивации ну а дальше уже будет зависеть от ваших комментариев и от тех людей которые будут писать грамотные комментарии на этом на сегодня все до скорых встреч пока пока